ребятки всем огромнейший привет вы как всегда на канале семян и чемоданах с вами я славян мы естественно в полном составе мирончик спит не кричи пожалуйста этот выпуск очень как сказать исторические или выпуске с детства мы приехали в девноморское здесь последний раз я был 7 лет и мы сюда приезжали с мамой несколько лет подряд когда было 5 лет 6 лет и по моему 7 очень интересно погулять по этим местам да это прям по следам детства вас тоже приглашаю поэтому ставьте выпуску лайк пишите комментарии и погнали мы попали на такую интересную улочку я не знаю как она называется здесь малолюдно но здесь сразу сходу нам очень понравилось вот это вот кофейня дружелюбная кофейка и люман как панк-группа прям а рок-н-ролл здесь наверное вечером так очень сильно атмосферно очень здорово здесь насенька сделала фотографии на насеньким telegram подписывайтесь ссылочка в описании там она выложит фоточки а мы с вами будем отправляться туда на набережную будем дальше все смотреть и изучать этот поселок мы здесь отдыхали в военном санаторий так как у меня мама военная была и ездили как раз в этот санаторий очень хочется его отыскать пройтись прям по этой тропе потому что я позвонил маме спросил как называется санаторий и мама тоже сказал ой мне так интересно так интересно где же как и что изменилось поэтому этот выпуск я посвящаю маме потому что нас это привозил и для нее был это такой уголок из четы сюда ездили уголок такой душевный она отдыхала на море вот у нас это было первое море сейчас межсезонья здесь все палатки закрыты но судя по их количеству кстати эта улица ленина 17 вот будем двигаться то я там вижу уже аквапарк и видите их очень много очень много они все закрыты здесь очень спокойно полно парковочных мест я уже говорил что у нас сегодня наступило лето футболки я нас как всегда упакованное видимо холодно вот детишкам купили мороженое они теперь довольны идут смотри солнце сейчас приснется вот такая здесь улочка страшно представить что здесь летом сезон сколько здесь народу толпы ходят напишите пожалуйста в комментариях кто любит этот поселок дивноморской не знаю можно их сравнивать непонятно да там где-то ворона здесь любимые эти сосны так а мы будем двигаться непосредственно уже туда на пляж ну что мы попадаем на набережную здесь ведь сразу такой аквапарк пусто здесь вот уже ребятки готовятся к открытию сезона укладывают плитку чистят набережную и вот эти вот как раз родные для нас места мы вот здесь вот гуляли на этом мосту слушайте как прикольно вернуться спустя столько лет насколько 23 года прошло обалдеть безумно интересно конечно да вот этот мост я помню когда мы вечером сюда приходили здесь музыканты играли здесь квакали лягушки постоянно вот она река пляже здесь она здесь видимо эти машинки катаются но пока вот как вы можете заметить все в таком состоянии крутой мост никто не купается на сегодня тепло возможно мы с вами это сделаем все хвалят дивноморские пляжи дивноморский берег посмотрим возле реки конечно купаться точно не будем вот здесь стоит дерево такое влюбленные любите одинокие найдите любящие цените совершенно правильные слова вот такая красота там это видимо веревочный парк вот этот вот вдалеке все закрыто вот тут видите дорожку туда уходит пока все в таком состоянии но здесь я скажу атмосферном устричный бар кстати такой же как в эмеретинке находится таманский да и вот она начинается дивноморская набережная информационный стенд на котором пока ничего нету и пляж ой здесь видимо очень сильно штормит и вот сколько веток накидало пойдемте сходим туда сторону пляжа самое обидное ребят я извиняюсь за шум микрофоны потому что сегодня ветерок а я вообще затупил и просто дома забыл камеру свою взять это просто печально мы из магазина сейчас выходим пока дети покупали мороженое говорю классно вы меня так отвлекали что я забыл камеру на зарядке стояла но надеюсь телефон айфончик справится с этим шумом посмотрите сколько веток продам дерево оптом вот столько вот видимо из-за погодных условий смотрите как такие кучки их уже собрали вот человек он собирает ухты ничего себе гляньте какой обрыв ничего себе так спустимся сейчас я покажу высоту этого обрыва с мой рост представляете как набило сильно море ну и собственно сама морюшка но не знаю например на толстом ись по моему водичка то почище но пройдемся это возможно здесь такой цвет из-за реки мы сейчас будем двигаться по набережной пройдем посмотрим какая здесь она как здесь готовятся к сезону по крайней мере вот мужчина убирается это дело с пляжа его чистят а потом мы пойдем как раз к этому санаторию я уже на карте его нашел мне помог отец помогла мама найти на карте это место потому что мои воспоминания они куда-то садились и стерлись вместе дойдем посмотрим где мы отдыхали здесь есть такой мостик пирс здесь кстати водорослей тоже намыло люди загорают там он я смотрю дети заходят море ой какой на самом деле уютный мостик здесь даже можно вот так вот спуститься люди рыбачат вот давайте спустимся посмотрим на водоросли блин кто-то покрышку притащил все к чему вот они коричневые которые меняют так сказать цвет прикольно вообще я помню что раньше здесь вот эти волнорезы и были еще такие типа мосты над ними видимо их убрали так попробуем подняться перила искривилась надеюсь починят ой чуть сам не упал ну да это причал потому что судя по вот этим не знаю как они профессионально называются за которые накидывают канаты от катеров здесь на набережной есть вот такая традиционная стелла я люблю дивноморск правда что она как-то проржавела я очень надеюсь что этот поселок приведут шикарнейший вид перед сезоном и сюда придут люди отдыхайте уже будут довольны инфраструктурой пляжами конечно интересно посмотреть как это будет все дело в сезон но люди кайфуют загорают купается спасательная мышечка единственная здесь также есть такой памятник я его вообще не помню с тех годов героем я если честно даже не совсем понимаю что показать на набережной кроме того как вот так вот просто прогуляться потому что набережная она пустая здесь вот ничего нету пляжи тоже пустые такое ну уединение хотя уже апрель вот что-то здесь находится на первой линии не знаю что это но вдруг кто-то может быть отдыхал тоже пишите как вам дальше есть парки скверы ну волнорезы но вот знаете вот судя даже по волнорезам я могу так сказать что волнорезы новые них вот отреставрировали по крайней мере вот эти вот видите как они выглядят как будто их зашпаклевали красивые вот но есть чем сравнить даже с аддлером в аддере они такие все уже разбиты убиты а здесь на них приятно даже посмотреть да неужели здесь так сильно штормит море вон у нас кто-то купается здесь кстати уже поменьше водорослей поэтому я думаю что нужно пройти вот так вот на бирс сейчас попробуем посмотрим здесь цвет воды потому что все равно там где река на море всегда будет грязнее потому что сгор спускается черти чё да видите какое покрытие я не знаю для чего вот эти штуки установлены может бы здесь что-то еще устанавливается ну морюшка конечно грязноватая хотя говорю я читал и писали что вот здесь самое чистое море вот даже можно вот так вот спускаться сюда видимо подходит кораблики люди садятся и отправляются плавание дна не видно какой сильный ветер а вот это да приезжали ветра вроде не было вот прям на краю мы стоим дна не видно но зато мы можем насладиться панорамой дивноморского на самом деле так прикольно я пока снимаю немножко делал фотографии маме отправляю и мама сразу на ватсап мне пишет свои воспоминания как они там где ходили где купались что было расположено так забавно если территория кого-то оздоровительного пансионата потому что них по табличке висела оздоровительный пляж номер один видимо этот оздоровительный пляж вот он и здесь мужчина вот оздоравливается читает книжку дальше проходим такое советское здание вообще выбитые окна вообще никому не нужно и почему интересно кто вот в курсе напишите пожалуйста почему не здесь не делать же можно было будто прикольно сделать до атмосферное место с большими окнами и вот так вот видите хлопс с выходом 1932 год вот там он я вижу диска кафе европа сейчас тоже пройдемся посмотрим как это все будет выглядит а здесь такие что это такое то я не знаю это мосты или что вот эти вот такие с желтыми оградками не пойму гляньте сколько набило мусора палок да уж слушайте но судя по волнорезам которых действительно много здесь море штормит очень сильно я решил посмотреть на вот это вот со стороны так сказать с моря поэтому оставил своих с вами сходим длинный такой волнорез там он видите кусок даже сломала атмосфера на пляже вот такая вот я очень надеюсь что это все уберут приберут и кто выбирает дивноморска для своего отдыха приедут будут наслаждаться я не знаю что такое рожавая конечно все это дело ну и повторюсь надеюсь что уберут мусора в самом море много слушайте как море бьет здесь когда мы когда был маленький мы сюда подплывали на кругах и отсюда доставали всякие такие маленькие раки ловили креветки по моему ну чё такое морское в общем ладно пойдемте на самый край этого волнореза он такой мокрый такое ощущение что иногда сюда бахает волна очень не хотелось бы конечно упасть в море он ведь как волнорез обломила неужели это от таких сильных штормов здесь да а скалы то какие и набережную ходит вон туда вот сосновую рощу вот со стороны выглядит это вот так с моря мои сидят такие ждут меня мне тут мамик написала что за вот этим забором почему 92 тысячные был какой-то типа аля санатории туда не пускали либо она имела ввиду имела ввиду что за вот этим забором и на вот эти можно подняться ну наверное летом сейчас нельзя такое желтое ну вообще на самом надеюсь подкрасить сделать красиво будет выглядеть добротно до атмосфера конечно ну честно говоря пока и так себе очень надеюсь что говорю здесь сделают все очень будет красиво все побелят надеюсь кто отдыхал летом напишите пожалуйста как здесь происходит вон темка хочет сфотографироваться пират какой-то с попугаем так здесь в общем такой спуск видите к волнорезу к пляжу и здесь надпись как называется пляж очень хочу посмотреть папа опа много пожилых людей здесь отдыхают прям сейчас видимо потому что видимо потому что здесь много санаториев пляж по энергетик вот это их пляж с такими видите интересненькими смотровыми площадками с забором как в геленджике так и собственно продолжаем идти по набережной ну вот по чесноку грустно снимать таких поселках потому что ты приезжаешь вот прошло столько лет у меня как бы есть некие картинки да в голове и приезжаешь и я так думал что сейчас приеду буду показывать как здесь все ново как изменилось все за сколько лет маме отправляю и как бы она говорит вот как было так и есть и вот ну по состоянию набережно да вот все можно посмотреть понять и конечно ну вот как то так ну пройдемся еще пройдемся еще по городу в любом случае это воспоминание темка правильно горит папа покажи картины вот видите ну да это как бы как минимум не современная окей это выглядит прикольно люди старались вот ну в адлере тоже вспомни такой есть целый где этот коралл стоит такой памяти кораллу пляж голубая даль вот так все заколочено пока надеюсь все откроется и туда уходит лесенка наверх я вообще не пойму что вот это вот за такие выступы я даже не знаю как правильно обозвать это пирсы не пирсы смотровые да вроде это тоже не смотровые зайти туда можно нельзя вроде но здесь вот например проход открыт ну лазиться не будем потому что как-то это все в таком состоянии находится что не знаю не очень есть желание а вот под ними такие типа ступеньки куда можно сесть бетонные пляжи назовем их так немножко галеки там ну то есть там можно прийти вот так вот чуть-чуть зайти и покупаться переодевалки местные кошечки даже есть пункт охраны дальше лезть куда-то уходит вверх я не знаю может это не можно сейчас посмотрим вот здесь видите не закрыто вот он спуск и есть даже спуск я не знаю для кого это может быть какую-то здесь технику спускают но явно не для колясок вот такие ребятки пляже здесь вот здесь чуть-чуть почище уже море видимо туда вот ближе к диким ближе к скалам чуточку почище но все равно на мыло здесь такая постройка я не знаю эллинги это не эллинги но судя по окнам здесь все закрыто концовка так сказать наверно пляже здесь очень много говорю пожилых отдыхает обитает да вообще конечно молодцы купаются это вот старость должна быть сто процентов такой опасная зона везде написано не знаю почему опасная говорится туда лучше не ходить так что здесь что здесь непонятно что здесь вот соответственно здесь закрыта яйцами динозавра кто помнит эту историю тот понял наверное ну и конечно здесь да здесь смотрите булыжники вот эти прекраснейшие скалы бутерброды до бетона навалено мы решили углубиться чуть в город погулять здесь по городу набережность набережной достаточно здесь смотрите сразу такие старинные высокие деревья и большой веревочный парк называется он на высоте вот его название здесь также есть такое футбольное поле открытое эти все двери сейчас вообще открыты кроме вот этих непонятных верхушек куда я не пошел вот не знаю как он функционирует не функционирует вроде никто не лазит очень здесь тихо очень спокойно я даже не припомню в каком туристическом поселке можно поймать такой джен мы вышли из вот этой территории роз сети и кубань энерго энергетик артём машина едет отходи ну наверное какое-то такое и будем теперь двигаться по городу посмотрим что здесь есть по поселку точнее да ну пока ничего видеть все не сезон здесь все закрыто даже даже пенная не работает странно некому да некому сюда идти здесь такие пока пустые улицы до основа конечно по прежнему говорю что интересно как здесь сезон какая здесь загруженность получается с забором парк и вот море собственно где мы и были вот даже такая современная палаточка но закрыта цветут у нас деревья здесь сейчас на юге поэтому обязательно приезжайте чтобы сделать красивые видео и фотографии а у нас проснулся мирончик настика его конечно сразу раздевают потому что ребята у нас просто лето мокрый да мирончик сыночек ты поспотел мы тебя вроде легенько одели два сынок это лето зайтик доброе утро поспал мы сейчас уже двигаемся туда в сторону этого санатория по пути хотим купить еду но вот сколько прошли магазинов и столовых закрыто все надеюсь на получится здесь хотя бы покушать по пути нам вот встречается такой храм причем я не знаю что это отельные номера и при храме и санатории вот военный санатории дивноморская вот мы как бы в этом санатории отдыхали но не на этой территории а получается чуть дальше переходим мост реку это собственно там где вот мы шли по такому крутому да такую мостику вот он там вдалеке а мы идем вот через город . не что хочется посмотреть на сам городок так сказать изнутри здесь есть промышленная ярмарка пару палаточек там работает вот остальное пока закрыто вот опять кафе все эти картинки манят покушать но к сожалению закрыто кафе марго шлагбаум но мы будем двигаться дальше мы очень сильно хотим кушать но вот так вот в круг закрыты абсолютно все кафе столовые магазины да да в надежде что хоть что-то будет работать в итоге идем идем даже запахов нет вернулись туда откуда начали потому что настенька здесь помнила чебурек единственное заведение которое работает и в него очередь представляете сейчас будем покупать сейчас укреплен цены посмотрите нам получается 4 нтк обошлось в 600 рублей вот и ждать 20 минут вообще ребята красавцы единственный кто здесь работают главное чтобы это было вкусно двигаемся дальше и я что обнаружил здесь вот это вот часть набережной получается она такая новая и современная ну даже лавочки есть парк смотрите там типа шрек стоит чебурашку мы уже прошли здесь есть такое искусственное озеленение сейчас чуть дальше пройдем покажем пока ждем чебуреки вот видите детки сразу к нему побежали будут сейчас проситься фотографироваться сфотографировать да вас тема а это уже непосредственно вход пляж дивноморске здесь есть съемка есть здесь спуск для колясочек широкий пляж и вот озеленение про которым говорил вот например руки вот там музыканты и даже есть такое поле с трибунами где видимо проходят какие-то матчи сейчас фотографирую вот единственное что обидно что вот ничего не работает и просто нигде даже не купить чай к чебурекам но чебуречная почему-то не продает чай до пятачок так тут видимо столовые но почему-то они не работают здесь даже более так многолюднее все это можешь так сказать воскресенье сегодня но людей все равно мало вот сердечко такое люблю дивноморск в чем новое современненькое детки опять туда убежали туда дальше там опять зеленые фигурки и вот они беседки с видом на море красота прекрасно и кстати свезли вот так вот всю гальку в кучу видимо защита от волн чтобы вот это все не разрушили посмотрите кстати вот там за забором вот это вот это какие-то домики очень похоже на кемпинг в учку и в кисле вот эти как учку и в кемпинг ну раньше были 90 80 и давай давайте так маяк вот какая ой какая красивая можете ну тут уже все конец набережной здесь арт-объект вот так сделаю ой красивый конечно нарисовали дельфины но это лучше смотреть с берега сейчас найду посмотреть какая красотища и вот рисует молодцы красота ребятки если вдруг вы приехали как мы сейчас в не сезон то мы рекомендуем вот эту сторону набережной потому здесь на самом деле есть современные такие моменты давно кучу закрыта на работы чебуречная пляже вот без этих волнорезов так насника я показываю без волнорезов понятно вот ну в принципе можно на самом деле погулять интересно дальше вообще туда уходит уже дикие пляжи туда мы не пойдем вот они мои голодные сидят чабуреки я надеюсь мы наедимся хотя я в эту историю конечно не верю что попробуем ничего ничего как поели но не попили чебуречную вот это вот вот она находится здесь рекомендуем однозначно очень вкусные а сейчас двигаемся уже на то место ради которого мы собственно и приехали идем по такому частному сектору нам нужно идти вот в сторону как раз гор потому что этот пансионатик находится как раз на возвышенности идем здесь тоже смотреть это такие греческие названия акрополь вот здесь вот афродита но все такими буквами а вот столовка я походу она открыта может быть как вообще тут просто все такое мама знаю смотришь этот выпуск говори там ли мы идем да да тот магазинчик радюшка не стучись идем и как же понимаю своего отца когда мы сюда приехали и он ходил до моря с моря вечно недовольный потому что мы идем уже минут десять и еще наверное скорее всего столько же идти но далеко от моря находится этот пансионат или санаторий а еще когда ты идешь в июле или в августе по этой жаре это просто трындец идем конечно невероятно тихо спокойно есть конечно очень красивые гостевые дома например вот этот вот торчит он в таком стиле вот краснополянском сделал конечно интересно либо год домик тоже с полными панорамными остеклениями конечно это здорово такой застройки он точно не было это видно что свеженькая мы подошли к самой такой интересной развязки вот здесь вот был бар назывался он как аду и родители с друзьями сюда ходили тусовали здесь были дискотеки а налево дорога как раз уходит вот собственно в наш санаторий здесь что такой пригорок получается как сейчас помню посмотрим да вот дорогу туда так сейчас пойдем только мы получается поднялись и вот он как аду даже название то же самое но скорее всего его изменили цветом потому что такой прям свет я не помню а вот здесь вот была у них типа летняя видимо вот сейчас у них какая-то проходит реконструкция да сейчас надо маме сфотографировать отправить фотку и да вот здесь такие прикольные домики я вот их не помню все с детскими площадками такие индивидуальные красиво за забором вот запах то чуточку коллекольный вот еще домик получается за заборчиком но интересно сделано но нам нужно подниматься выше 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 посмотрите какой подъем и вот так вот каждый день мы поднимались и спускались к морю и вот он да вот он баргузин военный дом отдыха здесь он сейчас пока закрытый мы жили куда-то вот там вот дальше заходишь на территории уходишь там в те дома здесь справа была столовая а сейчас здесь какие-то вон толковилыч даже есть вот так вот прикольно ну вот эти-то однозначно слева были судя по так сказать красоте вот здесь вот а вот она и есть столовая вот здесь вот мы кушали в этой столовой здесь было такое классное питание на самом деле ничего не изменилось а вот прям помню вот этот же цвет все тоже самое вот в этом вот корпусе мы заселялись мама там ходила подавала документы вот ну и как-то туда дальше мы проходили я не знаю как там сейчас на территории конечно вот а мы жили вон туда вот дальше проходишь и там вот такой вот интереснейший выпуск у нас получился по следам моего детства надеюсь мама посмотрит покайфует либо разочаруется что здесь тех пор ничего не изменилось вот именно на этом месте мы начинали свой путь к морю сюда приходили так проводили по моему два или три года каждое лето сюда приезжали если вдруг кто-то из зрителей смотрит кто до сих пор сюда ездит то пишите как там внутри изменилось что-либо или нет ну в целом дивноморская мы сами посмотрели и вам показали ну а вам уже наверное решать будете ли вы сюда приезжать этим летом и отдыхать мы с вами прощаемся и увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока он